привет друзья вы на канале от с и сегодня мы разберем аналитику самых интересных загадочных моментов которые нам удалось заснять предыдущих выпусках сегодня будет новый формат и мы вместе с мартой в разных локациях но при этом с одной идеей целью собрались для вас снять данный выпуск первое место которое нам бы хотелось разобрать в частности мне это перевернутый дот в данный дот мы ездили два раза летом и зимой летом мы поехали днем просто посмотреть ознакомиться с этим местом показать его вам потому что она довольно таки необычно перевернутый дот увидеть довольно таки большая редкость я думаю ребята вы тоже со мной согласитесь с этим вот так вот он смотрится он просто стоит на боку и вот это вот вход самое интересное что мы не ожидали там и не ждали там ничего загадочного ничего потустороннего и ничего мистического когда мы осматривали этот дот конечно было очень много позитивных моментов потому что находиться там это как находиться не знаю в космосе какая-то гравитация вестибулярный аппарат играет так что просто ну нереально смешно одновременно и очень трудно на самом деле физически там было находиться я думаю марта сейчас ставит несколько моментов смешных но действительно очень интересное место само по себе и довольно таки с интересными эмоциями реально вестибулярный аппарат просто сказал до свидания очень трудно как ты стоишь я так стояла сейчас так жене до того что я воя три что я лая а теперь то я уверен как стояла чтобы ты так сейчас состоишь Да? Да. Блин, как прикольно. Ну, что бы нам хотелось разобрать, ребята? Первое, это, конечно же, когда мы летом сканировали при помощи приложений, есть ли здесь что-то потустороннее. Когда я проводила телефоном по всей небольшой площади этого дота, я ничего не ожидала там увидеть, ничего там обнаружить. Но по итогу, когда я навела телефон на открытую, приоткрытую дверь комнаты, в которую, к сожалению, нам не удалось проникнуть, ну, просто туда физически невозможно попасть, приложение уловило какую-то сущность. Конечно, я в приложение не особо, ребята, верю, потому что все-таки это программа, туда можно встроить звуки, можно встроить изображения, но одно совпадение, у меня сейчас просто бегут мурашки, ребята, чтобы вы понимали, но одно совпадение, которое произошло при этом моменте, до сих пор не оставляет нас в покое с Мартой, это то, что с этого самого места, где телефон обнаружил призрака, да, вылетела бабочка. Так, попробую на эту комнату навести. Это что значит? Я мурашкиваю, Нэнна, ты же смотри. Я вижу. Я ведь. Ты видишь, он девка? Да. В общем, ребята, вы видите, да? То есть... И бабочка вылетела. Вы обалдите. Видите, да? То есть... И бабочка вылетела. Обалдите. Как такое вообще возможно? Это действительно совпадение одно на миллион, ребята. Мы знаем, что духи могут перевоплощаться там в животных, да, в насекомых и так далее. Могут себя проявлять другими способами, да? И вот это вот совпадение, оно просто нас выбило из-под колеи в тот момент. Это было нереально эмоционально внутри и доводит до мурашек меня до сих пор на самом деле. Следующий момент, опять-таки при съемках летом, во время того, когда мы уже начали использовать ЭГФ, опять-таки в телефонном приложении мы услышали вой. Здесь кто-нибудь есть? Тоже, ребята, не знаю, как к этому относиться, потому что все-таки приложение это не научная техника, да, с какими-то, не знаю, улавливателями, да. То есть приложение может нам все, что угодно показать, рассказать, услышим мы с помощью этих приложений, да, все, что там может быть встроено. Но опять-таки с учетом всех моментов, что при помощи приложения обнаружился силуэт, в этот момент вылетела бабочка, потом вот этот непонятный вой, у нас сложилось четкое впечатление, что там что-то есть. И мы приняли решение зимой, ребятам, уже вернуться в этот дот. И поехали мы туда в полночь. То есть, как правило, всегда духи себя проявляют во время ночи, да, там с 12 до 3, говорят. Ну вот мы в итоге собрались туда и поехали. И первое, что нас шокировало, это то, что когда мы начали идти к этому доту, мы услышали вой. Мы знали, где находится этот дот. То есть там вокруг поля идет лесополоса. И, конечно же, в Беларуси есть дикие животные, медведи, лисы, волки. Есть большие животные, животные типа лосей, да, оленей, косуль и так далее. И, конечно, мы не были готовы к такому. У нас нету никаких приспособлений, которые могут испугнуть животных. Но мы на свой страх и риск пошли дальше. Это все ради такого классного контента, который вам нравится, ребята. Надеемся, что вам нравится. Ну тут так интересно даже... Ты слышала? Это бы вой был? Так интересно даже... Очень прикольно, очень прикольно. Ты слышала? Это бы вой был? А тут могут быть волки. И в итоге мы пошли в этот дот осмотреть его ночью. И когда мы осматривали его ночью, ребята, мы услышали четкие шаги снаружи. Чтобы тоже его убрать отсюда, как-то перевернуть, поэтому... Подожди. Ты не слышал? Нет. Или у меня ребята глюк, или снаружи кто-то ходил? Как-то... Может, реально кто-то снаружи? Ребята, шаги. Здесь кто-нибудь есть? Вокруг поля, да, идет лес. Деревня находится там в двух-трех километрах от нас. Кто там мог ходить? Непонятно. Потому что когда мы вышли в итоге из дота, мы следов других людей не обнаружили. Как это объяснить, ребята? Не знаю. Потому что мы склонны верить в то, что все-таки что-то мистическое там, скорее всего, присутствует. Потому что мы общались по итогу потом с духом этого места. Когда мы услышали шаги и выходили уже из дота, мы провели эксперимент при помощи наших карандашей. Если вы не знаете, как работают карандаши, переходите по ссылочке. Сейчас закрепим. Узнайте побольше об эксперименте. Мы рассказывали. И нам дух ответил, что это ходил он. В общем, ребята, на самом деле место довольно загадочное, довольно интересное. Мы уже туда не вернемся. Мы уже для себя узнали, почему дот этот перевернут, его историю немного. И в итоге дух сказал, что это мог ходить он. И он не отрицал, что он был бабочкой летом. В общем, место довольно интересное. У нас разделяются 50% мистика. И 50% это просто физические какие-то явления, которые мы не можем никак объяснить. Ну и приложение мы объясняем тем, что это могут быть встроенные какие-то звуки, силуэты и так далее. Пишите ваше мнение в комментариях. Нам очень будет интересно. Следующее место, которое мы рассмотрим, это Мельница. Поехали мы туда уже глубокой осенью. И честно, мы не знаем историю этого места. Просто классная, интересная заброшка. Она числится в путеводителях Минской области. Съездить ее посмотреть, пофоткать. Мы поехали туда опять-таки к 12 ночи в поисках потустороннего. И, конечно, в этот день, как многие из наших ребят заметили, я была очень сильно уставшая. Мы перед тем, как пойти на эту Мельницу, выходили в стрим. И то, что происходило там, до сих пор приводит меня в шок. Во-первых, ребята, когда мы сканировали при помощи приложений, опять-таки, тех же самых приложений в телефоне, по обнаружению каких-то силуэтов, призраков и так далее, что мой телефон, что телефон Марты засняли на одном и том же месте некую сущность. Ребят, ну реально белый силуэт. Кстати, да. Как и говорили, да, местные, что белый силуэт. Смотрите, реально белый силуэт. О, вот, смотри. В этом месте словил. Здесь никого, смотри. В этом месте. Вот, ловит. Эти совпадения опять приводят нас в глубокие мысли и рассуждения. Действительно ли этим приложениям нельзя верить? Потому что в этот же, на этом же месте, потом, когда Марта достала фотоаппарат и начала фотографировать это место, я почувствовала, что кто-то взял меня за локоть, ребята. Это не смешно, с одной стороны, потому что ощущения довольно неприятные. И вокруг не было никого. Марта сейчас ставит отрывок, да. Она стояла вообще ко мне спиной и фотографировала то место, где мы обнаружили при помощи приложений какое-то существо. Сущность, некую сущность, правильно сказать. У меня сейчас было чувство, как будто меня кто-то за локоть взял. Как мы потом увидели на снимках, Марта засняла орба. Орб, ребята, это обозначает шар с английского. Орб не является грязью на объективе, не зайчиком, возникшим за счет внутренних отражений от лица. Орбы на фотографиях, скорее всего, являются отражением света, фото вспышки от какого-то объекта. Вопрос заключается в том, что это за объект. Орб, как объект, не может представлять собой случайную группу твердых или жидких примесей, взвешенных в воздухе пыли, пыльцы, капель и тому подобное. Простое моделирование, например, съемка сыплющейся муки или дорожной пыли, показывает, что если на фото иногда не всегда и возникают круглые светлые объекты, то они имеют внутреннюю структуру, иную, чем орбы. Характерной особенностью орбов является волнистая интерферационная структура поверхности и наличие хорошо выделенного центра, иногда смещенного к краю. По форме орбы бывают круглые, треугольные, квадратные, пятиугольные, шестиугольные. Их цвет также может быть различен, их форма может иметь изъяны, щербины, отсутствие части объекта, дыры. Никто не знает, что такое орбы, но создается впечатление, что они тяготеют к людям. Может быть, они каким-то образом связаны с психикой человека. Особенно часто орбы являются на фотографиях детей, особенно когда дети искренне радуются или страдают. В тот момент, конечно, были у нас смешанные эмоции с Мартой, поэтому я не исключаю, что это что-то мистическое, что-то таинственное и что-то интересное. Следующий момент на этой же мельнице, который опять-таки меня привел в шок, но у меня есть свойство, ребята, не показывать свои эмоции, когда проходит что-то не так, либо я себя чувствую дискомфортно, либо мне больно, я не буду кричать. Когда мы проводили эксперимент с Мартой при помощи наших карандашей, я четко чувствовала, как меня кто-то взял за правую щеколотку. Опять-таки, я не знаю, ребята, что это совпадение или просто мне померещилось и это от усталости, потому что я работала в этот день и я не спала практически часа 4, наверное, за ночь, и отработав смену, сделав несколько съемок, выйти в стрим с вами, это могло сказаться, конечно, мое физическое состояние, моя усталость, но ощущение того, что меня действительно кто-то касался и за локоть, и за ногу, я до сих пор объяснить не могу. Знаешь, что было во время эксперимента? Я тебе не говорила, чтобы не пугать. Такое чувство, что меня кто-то за ногу держал. Я тебе серьезно говорю, снизу, около щеколотки. И ты такая... Я ногу дергала, ты должна была чувствовать... А может быть, это ветки? Там не было веток? Не, ну там были кусты высокие эти, но реально такое чувство, что кто-то держал за ногу. Итог данной мельницы. То, что с двух телефонов на одном и том же месте, плюс фотоаппарата на том же самом месте, приводит нас к той мысли, что действительно в заброшенных местах, особенно в старых, мельницы уже более 100 лет, могут жить или существовать, или обитать какие-то сущности. И в такие моменты мы невольно начинаем думать в приложении, что действительно они показывают что-то потустороннее. Ну и, конечно же, мои ощущения. Это то, что до меня кто-то дотронулся, и за локоть, и за ногу. Поэтому я могу это, конечно, списать на свое физическое состояние. Но ощущать, скажем так, мне физически это было неприятно. Пишите, ребята, что вы думаете по этим заброшкам. Интересно ваше мнение. Действительно верите ли вы в приложение? И стоит ли нам пробовать уже более интересную, мощную технику, наподобие GF, FAC, какие-то тепловизоры и так далее? Ребята, пишите. Ну и, конечно же, вы можете нам помочь в приобретении данного оборудования, если перейдете под ссылочкой в описании этого выпуска и немного пожертвуете нам на новое оборудование через донатики. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. Надеемся, что этот выпуск в новом формате вам понравился. Скорее всего, это разовая акция. Но мы для вас старались. Спасибо вам огромное за этот просмотр. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего дня или вечера.